Впервые в автономном округе проект важнейшего документа стратегического развития был вынесен на общественное обсуждение. Проведено более 60 слушаний в отраслевых департаментах, муниципальных образованиях, общественных организациях. На специально созданный сайт уже поступило порядка 200 обращений от граждан. По каждому пункту мы постараемся дать свои отчеты, скажем, по что вошло, что не вошло и почему не вошло. Я имею в виду все предложения со всех общественных слушаний. При создании проекта стратегии развития Югры собрали данные из 14 отраслей экономики. Анализ и разработка сценария долгосрочного развития отраслей были поручены экспертам высшей школы экономики. Впрочем, изначально понятно, что развитие всех сфер деятельности связаны в округе с развитием нефтегазового комплекса. В Сургутском районе эксперты отметили необходимость повышения эффективности перерабатывающей отрасли. С 2013 года в соответствии с требованиями технического регламента в стране будет постепенно запрещен оборот топлива ниже пятого класса экологической чистоты. Глубинная переработка должна быть составлять не менее 65%. На следующий день средняя глубинная переработка по округу – это 28%. Если ситуация не изменится, предприятия будут лишены возможности реализации продукции. Да и геологоразработку нужно срочно поднимать на должный уровень. Есть у публики замечания к разработчикам. Потому как не нефтью единой. То есть вот в социальной сфере этот блок совершенно выпал. А хотелось бы его видеть, конечно. Это и бомницы, это, например, учреждения спорта, культуры и так далее. Затем, мы сегодня в районе живем, и у нас тоже существуют проблемы. Недостаточность предложений по социальному блоку – это одно из основных замечаний, с которыми мы сталкиваемся в ходе этих общественных слушаний. Естественно, что он без внимания оставлен не будет, и будет этот блок существенно расширен. Экспертам предложили более подробно рассмотреть вопросы и утилизации отходов, возможности межмуниципальных проектов, обратить внимание на лесопереработку. Ну а глава района настаивает на активизации внедрения энергосберегающих технологий. В окончательном варианте с учетом поступивших предложений документ будет доработан и примет тот самый вид, который обеспечит устойчивое развитие округа и, соответственно, благосостояние югорчан. Марафон публичных слушаний по стратегии завершится 15 июля. Альбина Маковеева, Оксана Ярославцева, Александр Бабаев, телерадиокомпания «Север».